Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас всех на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня последний день в этой квартире. Завтра утром, прям рано, мы выезжаем в деревню. Мне надо успеть абсолютно все. Сегодня я влог начала очень поздно. Время уже три. С утра мы встретились и посидели, отдохнули. Обычно вечером люди отдыхают, но у нас сегодня получилось вот так с моей подругой. Подругой с работы. Я ее вам никогда не показывала. Ее зовут Сада. Это очень приятная девушка. И вот некоторые иногда пишут в комментариях, что вот две недели, Алька, ты не говорила, прожалили, прошели. Вы, наверное, поругались. Я вам больше скажу. У меня есть подруги, с которыми я вижусь раз, наверное, пять в год. Вот Сада это как раз-таки из тех людей, которые я вижу очень редко, но при этом мы общаемся. Я обожаю этого человека, когда мы увидимся, мы где-то без умолка просто болтаем часа два без остановки. Сначала она, я ее слушаю, потом я, она меня слушает. Вот. И это не значит, что у нас какая-то плохая дружба и так далее. Ну, по возможности видимся, так скажем. Ну, в общем, сегодня у меня очень много дел. Первое, обязательно нужно собрать чемодан, потому что завтра мы выезжаем с утра. Надо обязательно ничего не забыть и касательно техники, и касательно косметики. Но это я вам, в общем, подробности расскажу. Мне надо сгонять в банк. Но сейчас я пойду к жене двоюродного брата, потому что для Твикса я брала воронку. А воронка, сейчас вам покажу ее тоже, это их кошки. И сейчас она им нужна, потому что ее будут стерилизовать. Жалко кошечку, ну что поделать. Поэтому я сейчас бегу ее отдавать. Вот такая вот воронка. Если вы смотрите все мои влоги, вы видели, что я присыпала Твикса специальной присыпкой, которая является профилактическим средством от клещей и всяких блох, насекомых. А так как в деревню мы берем Твикса с собой, это мера необходимая. Но всем понятно, что это при операциях, кастрации, чтобы кошечка себя не вылизывала. По дороге домой заглянула в магазин и увидела эти спонжики, которые давно искала. У меня есть тени кремовой текстуры, и их очень сложно нанести пушистой кисточкой. Здесь такой набор стоит недорого, решила взять вот эти вот. Также хотела купить краску для мамы, но я решила брать профессиональную краску, так как обычно я ее крашу дома. Хочется, чтобы краситель был максимально щадящий и не вредный. Мне в магазине посоветовали именно эту марку, сказали, что она лучше всех. Но здесь были разные варианты. Также я искала на дорогу себе какую-то миниатюрку умывалки. Здесь было два варианта, я решила взять черную от Evaline. Очень маленькая упаковка, хотя на видео это даже незаметно. Также купила в магазине вот такой вот L'Oreal Expert, возраст эксперт для своей тети. А вот и дурачок, у которого мы отняли воронку. Кстати, после появления этого холодильника, смотрите, что делает Twix. Вот просто я открываю. Нет, уже не делает. Он сразу залезает вот сюда. Бессовестный. Как так можно? Здесь у нас водичка. Купила бабушке тархун. Тархун. Полупустой у нас холодильник, потому что новый. Ну что, залезаешь ты? Смотрите, что он делает. Сейчас он это сделал. Раньше у нас внизу была морозилка, получается, а сверху холодильник. Поэтому у него не было такой возможности. А сейчас гуляй, пожалуйста. Запрыгивает сюда и лежит вот здесь. Вы, наверное, можете подумать, что это торт. На самом деле нет, это мороженое. И причем такое мороженое торт стоило недешево, почти 19 монат. Наверное, здесь просто много. Мам, сколько ты думаешь здесь килограмм? 800 грамм всего. Ну зато какой вид. Из такого прекрасного холодильника берем бананы. Смотрите, сколько все мама купила. Мам, зачем ты все купила? И мы уезжаем в деревню. А маме? В деревню возьмем. В деревню возьмем? В деревне же нету помидоров и баклажанов. Там же их нету. Как же удобно, мои хорошие, с этим большим столом. Вообще надо слушать побольше родителей. Реально, я настаивала на том, чтобы этот стол отвезти на мою квартиру. А здесь с маленьким столом как-то ютиться. Но неудобно. Поэтому вернули назад и просто рабским трудом занимаемся. Такая вот картина у нас получается. И хочу дополнить зефирками харибом. Ну а теперь просто идеально. Пока я это все не растаял, нужно быстро сеть, снимать видео. Че ты делаешь, дурачок? Тебе ничего не перепадет тут. Мукбанг я отсняла. Мороженое было нереально вкусным. Каждый монат, отданный за это мороженое, оно отработало прям полностью. Очень понравилось и оформление, и как выглядело, и вкус обалденный. Пока я снимала мукбанг, мама сгоняла и купила кое-что интересное. Как вы думаете, что это? Да-да-да-дам! Посмотрите на этот плед. Ничего вам не напоминает. У меня в квартире точно-точно такого же цвета одна стена. Помните, когда я обои выбирала, я все вам показывала. Я выбрала такой цвет, и мама говорила, к чему он? С чем ты будешь сочетать? И вот, у меня же там есть диван. Как раз-таки накину этот плед на диван. А если мне понравится, возможно, и для кровати тоже куплю такой же, то есть чуть побольше. Вы просто посмотрите, какой цвет. А какой приятный материал. Прям хочется трогать. Надеюсь, что после стирки ничего не поменяется. И причем плед двухсторонний. Хотя нет, с одной стороны он ярче. Ошибаюсь, мои хорошие. Вот с этой стороны он поярче, но очень-очень приятный. Это просто кайф. Теперь настал момент собирать чемоданы. Время уже 11.00 где-то. Как это открывается? Этот чемодан я покупала, когда ездила в Россию. Еще 3-4 года назад. Блин, даже не помню, как это открывается. Наверное, где-то здесь. А он сломался. Ой! У него еще замочек был такой. Чтобы не обокрали. Сначала я предлагаю разобраться с косметикой. Естественно, косметику я с собой возьму. Но постараюсь взять каждого средства миниатюрку. Например, вместо хайлайтера я возьму вот эти тени от Catrice. Они один в один похожи на хайлайтер. Мне очень нравятся. И они будут занимать, например, меньше места, чем если я возьму вот такой вот огромный хайлайтер. Понятное дело, что его таскать неохота. Румяна хочу взять вот эти вот от Sleek в оттенке Coral. Они самые миниатюрные из того, что у меня есть в коллекции. Хотя можно было взять вот такую вот палетку от Revolution, где есть и хайлайтер, и бронзер, и румяна. Но дело в том, что бронзером я не пользуюсь. И получается просто так возьму с собой эту палеточку. Поэтому лучше я возьму от Sleek румяшки небольшие и небольшой хайлайтер. Тем более здесь блеск мне не очень нравится. Имея столько хороших тональных, я беру этот самый дешманский от Belle. Он обалденный. Очень красиво смотрится на лице. Обязательно беру бальзам для губ от Ariflame. И вот такой вот обычный гель для бровей от Everline. Сегодня купила себе новую тушь от Essence. Потому что предыдущая точно-точно такая уже на грани. Она уже заканчивается. А в деревне мне ее не хватит. Поэтому беру новую. Возьму помаду от NYX и карандаш. Они просто обалденные. И самый обычный блеск желе от MAC. А кто-то уже заценил сумочку. Дурачок мамин, тебя тоже возьмем с собой. Ну куда мы без тебя? Беру с собой еще новую пудру от Rimmel. Это совсем новая, которой я ни разу не пользовалась. Хотя у меня в использовании есть вот такая вот. Просто боюсь, что по дороге она раскрошится. Поэтому берем вот эту. Без стрелок я никуда. Поэтому подводку от Golden Rose. Самые миниатюрные тени, которые есть у меня в коллекции от Belle. И здесь как раз несколько цветов, чтобы сделать полноценный макияж. И последние три кисточки. Просто беру самый минимум. Косметичку я смело кладу в самый низ. Потому что, когда я буду выходить из дома, у меня косметики предостаточно осталось в комоде. Поэтому кладем внизу. Теперь, что касается одежды. Мне кажется, это самый сложный выбор. Что же взять? Надо посмотреть сначала прогноз погоды там. Вроде как дождик здесь не намечается. Посмотрите, классная погода. Поэтому буду брать все летнее. Чего ты хулиганишь? Чего ты хулиганишь? Понятное дело, что я не на отдых в Турцию еду. Поэтому взяла тренинги, чтобы работать в огороде. Обязательно возьму с собой это платье. Потому что оно очень-очень легкое. Летнее для деревни самое. То бы во дворе бегать, прыгать. Изначально я вообще покупала это платье. Чтобы носить дома или как-то спускаться в магаз. Следующий прикид, который я померила. Но на самом деле мне он как-то не очень зашел. Кофточка сзади. С такой шнуровкой. Но мне как-то не очень. Мне кажется, эта юбка именно с этой кофтой не очень сочетаются. Поэтому это не берем. Отменяется. Беру свою затасканную жизнью ночнушку. То самое платье. Еще хочу взять свою любимую юбку-шорты. С таким интересным орнаментом и ремешком. А сверху этот образ будет дополнять вот такая вот бежевая маечка. Аккуратно кладем вот сюда. Беру пять жидких кормов для Твиксика. Потому что он поедет с нами, но вернется раньше всех вместе со мной. Поэтому всего пять. Беру свое голубенькое платье. Снимать тиктоки. Чтобы снимать для вас мукбанки на природе, беру свою зеркалку от Кэнон. Не только в логовую камеру, но еще и зеркалку. Беру крем от Лориаль, который купила для тети. Идеальное место. Расчесочку мою. Пауэрбанк. Куда же без него. А то розетки в деревне у нас очень далеко расположены друг от друга. Еще одни треники. Пару топиков. Зарядка от камеры. Тапочки, чтобы носить во дворе. Помыл их хорошенько. Ну и все, собственно говоря, это все. Потому что я еду всего на 4-5 дней. Я так решила. Ну если что, это тоже не лес. Там тоже можно что-то купить. И из одежды, и из всего остального. Поэтому неохота таскать. Ноутбук я возьму отдельно. В своем чехле, так скажем. Буду уже закрывать. Если маме ничего не нужно будет докладывать. А я, собственно говоря, сейчас пойду купаться. Приводить себя в порядок. И ложиться спать. Потому что завтра нам рано вставать. Прибираться дома и в путь. Обязательно буду все снимать для вас.